Мне кажется, ни один русский не согласится с этим. Это мое мнение, что насчет хотят ли русские войны. Конечно, это хорошая была формировка песен, да, помните, мы помним, мы от этого выросли, наше поколение. Я столько, я говорю на русском языке, у меня столько русских друзей, ну, ни один из них насчет войны не поет, их тема не война. Но я не знаю, кто там на Западе это формулирует музыку, что русские хотят войны и так далее. Может, у них такая определилась какая-то логика, что пугает их население, вот русский человек, значит, он варвара или там война, когда ассоциируется. Но это, конечно, слишком информационная, я говорю еще раз, информационная какая-то война. Столько балета, столько творческих талантов, космоса, русский человек, который придумал. Я, русский человек, тоже не хотел акцентировать, что именно русский, но и мы тоже, все мы были вместе в этом доме, в общем доме. Поэтому мы не люди войны. Мы перевоевались, мне кажется, тысячи лет назад, и хватит уже, куда воевать. Сейчас в таком мире, ну, это смешно, правильно? Мы очень развитые, кстати, гаджеты МАНа, сейчас пошли, информационный стольку поток пошел, соцсети, то есть не надо выходить из дома, то есть с Аляской, как с тобой, да, с Японией можно общаться. То есть, ну, в таком мире грех просто думать, а за война там готовится и так далее, в этом плане. Ну, я не говорю, что без военных не должно быть военные, потому что они должны защищать наше, так называемое, небо. Без них как-то тоже неинтересно было бы и небезопасно было бы. Есть, мне кажется, новая угроза, это глобальный терроризм, глобальный, вот это интернет тоже, вот это пространство, которое пугает нас. Ну, имеется в виду педофилия, да, еще. Мне кажется, суда больше надо внимания акцентировать. Проблемы мирового кризиса, проблемы глобальных мошенников, там, ну, всяких. Вот суда надо привлекать внимание. Проблемы в мире хватает, например, экологических проблем очень больших, инфраструктурных проблем очень у нас. То есть, это тоже как на войну, прям, надо готовиться и решать. Вот как Советские Римы решали, индустриализация, вот так надо объединяться и решать. Вот, я считаю, вот, если туда больше внимания обращать, мне кажется, у людей времени хватило бы и занимались своими делами тоже. Потому что, как бы, каждый, мне кажется, слишком мы ожирели от спокойствия, от стабильности, что ли, вот, вот, что-то, о, там война, все, все война. Да, вот в этом плане, это неправильно, неправильно, нельзя. Я сам монгол, и у меня в крае жилых течет это, и я считаю, вот, как я сам монгол, я считаю, я перевоевался. Теперь надо завоевать только талантом, вот, не оружием, а своим талантом, творчеством, своим умением, мышлением. То есть, я считаю, вот так только. А сейчас не модно идти с оружием кого-то там бить. Ну, это уже чистый бандитизм, да, правильно, терроризм, как хотите, так и называйте. У них нет языка, у них нет национальности, у этих людей. Это просто лекарства не те люди, которые в нашем сообществе должны жить, я так считаю. Потому что в нашем сообществе должны жить люди, которые в войне не должны жить, а другим должны жить. Вот, вот и все. Кому выгодно, никому. Я не знаю, надо такого дурака найти, чтобы сидел и оправдывал нас. И эти дураки, и то, чтобы эти дураки тоже не были в политике желательно. Они должны быть в определенных местах, я так считаю. Просто, да. Пускай развлекаются где-нибудь, пускай едут куда-нибудь. Мне кажется, еще у этих таких людей, мне кажется, комплексная проблема. Духовная, мне кажется, ориентируемая проблема, мне кажется, в этом плане. А так, ни один человек насчет вопроса русской или ходит в войну, не от них. Приезжайте в любое место, в Россию, куда. Они тебя штыками не встречают, не убивают. Я так считаю. Ну, если, конечно, кто в войну изойдет, конечно, защищаться, это везде так принято. Это не то, что у русских, это везде. Но прямо самому войти войну, я не знаю, не хочу это, даже не хочу представить даже.